Сельхозмашиностроение в региональном Минпроме считают локомотивом алтайской промышленности. Представляет эту отрасль около 30 предприятий. Они в совокупности производят 20% от всего объема промышленной продукции края. И цифра может и должна вырасти, считает министр. Спустя 4 месяца после введения санкции предприятия отошли от шока, перенастроили логистику. По словам министра промышленности края Вячеслава Химочки, опасения не оправдались. В единице готовой продукции более 80% именно то, что они делают своими руками, они возят откуда-то извне. Хотя в первое время были трудности откуда ввозить гидроцилиндры, например. Раньше их возили из Европы, Италии, другие страны. Переориентировались на страны Азии. Шины, диски, комплектующие эту продукцию на 80% мы производим сами. Что касается ее сбыта, то и при закрытой Европе заинтересованных в нашей продукции нашлось немало. Это Беларусь, Казахстан, страны Азии, разные регионы России. Специалисты поясняют, определенную роль в высоком спросе нашей техники играет близость с заводоизготовителем. Новинки производственников, по словам министра, аграрии внедряют активно. На предстоящем дне поля каждый восьмой экспонат – новинка того или иного завода. Особое внимание сельхозпроизводителей приковано сейчас к гусеничному трактору «Борноулиц». А всего техники – 130 экспонатов. Будут представлены тракторы, посевные комплексы, бороны, плуги, шины, колесные диски и другое. По 2021 году, пройдя все пандемийные периоды, у нас отрасль сельского хозяйства увеличила объем производства в денежном выражении на 60 с лишним процентов. И останавливаться на этом не собираются. В отрасли большие планы. По словам Химочки, сейчас разрабатывается большой проект по производству тягачей. А в планах также открыть в Борноуле, вслед за Рубцовском, свой технопарк. Технопарк, по сути, это новый завод. Вот это представляете, 13 тысяч площадей свободных, которые будут заняты производителями. То есть это оборудовано полностью станками современными, площадка. Станки относятся к коллективному доступу. То есть все резиденты, которые будут на этой площади располагаться, они имеют доступ к этому оборудованию. Как сообщил министр, в ведомство уже поступают заявки от потенциальных резидентов будущего технопарка. Формат оказался востребованным. Ведь какие-то компании станут подрядными, а головное предприятие увеличит объемы производства. Ну а сами агрегаты и новинки сельхозмашиностроения, напомним, можно будет посмотреть уже завтра, 29 и 30 июня. В Крае пройдет большой агрофорум «День поля». Спасибо. Спасибо. Спасибо.